В большинстве современных автомобилей улучшить качество звучания акустики, даже тех динамиков, которые идут в стандарте, можно, проклеив шумо- и виброизоляцию. Ну что ж, понеслась? Очень редко, ну, возможно, только в премиальном каком-то сегменте, шумо- и виброизоляция отсутствует практически полностью. Но иногда этого невозможно добиться, не заменив именно акустические динамики. Существует очень много разных марок и разных динамиков, в принципе, но выбрать, какой тебе нравится, здесь по отзывам, возможно, по каким-то комментариям, ну, не получится. Тут нужно слушать, потому что у каждого свое представление и свое видение, как должна звучать музыка. Тут нужно именно сравнивать и слушать. В этом случае хочу посоветовать очень хороший канал Doppler FX. Я оставлю ссылочку на них в описании, посмотрите, там ребята сравнивают разные динамики, в том числе Pioneer, Ural. Все вот эти современные популярные акустические динамики сравнивают их на одних и тех же мелодиях, и поэтому можно увидеть эту разницу. Я собираюсь улучшить качество звучания своего автомобиля, заменив акустику в передних дверях и в задних дверях. Хочу сделать вибро- и шумоизоляцию, которая даст максимальное количество басов, и качество звучания должно быть сочным и выразительным. Но как узнать, будет ли эффект от проделанной работы? Я собираюсь записать на свой микрофон то, что сейчас, какое качество звучания будет в салоне автомобиля, и после, как будет проделана вся работа по шумо-виброизоляции и замене передней и задней акустики. Ну что, приступим? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вы видели, громкость выкручивается на 60 там практически, да, единиц. И если я включаю больше 30, то у меня уже получается, особенно вот электрогитара, вот какие-то вот басы, они прячутся, исчезают, и получается какая-то вот каша. И это давит на уши. То есть слушать музыку тихо вполне возможно, но оно не подходит именно мне. Именно поэтому я и решился на замену. А как будет проходить сама замена акустики и шумоизоляция дверей, смотрите далее. Если вы хотя бы раз задумывались о том, чтобы улучшить качество звучания в своем автомобиле, это видео для вас. Для того, чтобы улучшить качество звучания акустики своего автомобиля, для этого ее нужно просто поменять. Потому что тот динамик, который там установлен, я достал его из задней двери. Сам динамик, в принципе, неплох. У меня к нему претензий особо не было, если слушать музыку на достаточно маленькой громкости. Потому что это широкополосник, и у него, в принципе, даже иногда басы проявлялись. Но они такие. Но если включить музыку погромче, то я вот лично, ну я люблю слушать хэви метал, хард-рок. И поэтому лично для меня этого недостаточно. Потому что когда выкручиваешь музыку погромче, почти у всех среднечастотников появляется такое ощущение, как будто какой-то шум. Уже и басы, или там барабаны, или вот особо электрические гитары, они уже, ну, никак не различаются. Именно поэтому такую акустику необходимо будет заменить полностью. Вы можете ставить абсолютно любую акустику, которая вам только понравится. Я для себя решил, что буду ставить именно PIONEER. Почему PIONEER? Ну, во-первых, у меня на Toyota, в которой я отъездил уже 10 лет, всегда стоял именно сзади PIONEER. Потом я поставил передние двери. У меня качество звучания устраивало. И оно, в принципе, было объемным, достаточно басов и такое вот, более глубокое, что ли. Но я никого не пропагандирую покупать именно PIONEER. Если вам нравятся какие-то другие бренды, тут ничего и не посоветуешь. Потому что нужно не только слушать отзывы и смотреть там бренды какие, сколько денег. Тут не подойдет такое, что чем дороже, тем лучше. Тут надо именно слушать. Акустику нужно выбирать именно ухом. И если вы сами ее послушали и вам не понравилось, допустим, какая-нибудь Harman Kardon или какие-нибудь Kicks. Много разных классных марок, в принципе. Я думаю, что они все выпускают, в принципе, хорошие, качественные акустики. Просто их нужно слушать. И подбирать ту музыку, которая нравится именно вам. Для себя я сделал выбор. Назад я буду ставить акустику серии D. Это TS-D65S. Двукомпонентная акустика из одного динамика в 16,5 см. Сзади у нее стоит медная катушка. Номинальную мощность ватт 90, максимальную 270. Вместе с ним идет... И пищалка. Спасибо. Вместе с ним идет маленький динамик-пищалочка. Но такой динамик нельзя подключать напрямую. Иначе он рассчитан только на высокие частоты. И если он будет воспроизводить весь спектр частот, то он, скорее всего, сгорит, ну, возможно, через 2-3 минуты. И все. Можно будет выбрасывать и покупать новый, либо забыть об этом. Именно поэтому в проводах стоит такой фильтр. Пионер позволяет распределять частоты между твиттером-пищалочкой и мидбасовым динамиком. Наперед же у меня пойдут вот такие динамики. Тот же Пионер TS, но серия уже А. 69-90F. Это овалы 16 на 9. И они, получается, имеют самую максимальную мощность в своей линейке. 700 ватт максимально. Это, конечно, просто поразительно, какая мощность. Потому что точно такие же динамики. Кстати, они 5-полосные. Точно такие же динамики, только на 4 полосы. Я видел там, по-моему, 69-70. Они уже выдают там 450 ватт. Но эти 700. В комплекте также идут два динамика. Грили. Как и на серии D. Коаксиальные динамики с огромным магнитом. Конечно, именно такой динамик не получится установить напрямую в дверь. Для этого используются переходные кольца. Переходные кольца также могут быть от самого производителя Пионер. На некоторые модели он ставит такие. Ну, к сожалению, не на эту. Такие. Да. Можно использовать деревянные переходные кольца, которые вытачивают. Вот фанерные ребята продают на Авито. Там, в принципе, можно увеличить, если толщины еще будет не хватать. Самое главное, убедиться, что вот этот огромный динамик не будет задевать стекло, которое будет опускаться вниз. Именно до самого конца. Я уже пробовал устанавливать в одну дверь. И знаю там, какие нюансы, какими проблемами я столкнулся. Да вот, когда я установил его через проставочное кольцо, которое шло в самом динамике, к этому я еще вернусь. То есть, стекло, оно прям чуть-чуть касалось. Ну, это, в принципе, было понятно. Я еще не закрывал крышку полностью. Да. Стекло может задевать. Поэтому сделал еще дополнительные проставочки для креплений. Если же в комплекте проставочных колец нет, то у Пионера есть такие на коробке шаблоны, вырезав которые, можно самостоятельно из фанеры подрезать. И именно для своего динамика сделать проставочное кольцо. То есть, все как бы продумано. Очень хорошо. Ну, также можно купить и такие же пластиковые. Они, конечно, стоят намного дороже. Там порядка где-то, ну, больше тысячи рублей вот такие вот пластиковые стоят. Нежели комплект у таких колец обошелся мне, по-моему, 350 или 400 рублей. То есть, тут уже, ну, надо выбирать. Также можно, в принципе, использовать. Вот я так и сделал. Мне понравилось, что такое вот переходное кольцо имеет такой вот козырек защитный от брызг воды. Так как в самой двери, получается, от дождя или когда мойка машины идет, попадает много влаги. И, ну, чтобы лишняя влага не попадала на динамик. Поэтому его можно использовать. И я именно так и сделал. Как это сделал, я попозже покажу. Но любая акустика, какую бы вы ни выбрали, даже такая, как 700 Вт, не будет до конца хорошо играть. Не раскроет свой потенциал, если не сделать шумоизоляцию двери. Пару слов о материалах. Во-первых, нужна виброизоляция. Я использовал 2-миллиметровую и 3-миллиметровую. 3-миллиметра это оптимальный вариант. Есть, конечно, еще 4-миллиметра. Но, мне кажется, это как бы необоснованно дорого. А если уж нужно где-то усилить, то можно добавить туда и двушки. Вот этот... Я не буду совсем вдаваться в тонкости, как шумоизолировать двери. Об этом уже много чего сказано. Я скажу лишь о том, какие нюансы я для себя выявил, на что стоит обратить внимание. Во-первых, вибро-шумоизоляции стоит проходить именно по внутренней части двери. Вот я покажу на вот этой коробочке, где я как раз вырезал. Вот эта дверь. Мы сняли обшивку. Вот в эту часть необходимо пройтись шумо-виброизоляции. Не обязательно совсем все заклеивать. Достаточно 70% сделать, и она уже будет достаточно виброизолирована. Шумы уже не будут никак не поступать с улицы, ни музыка, которая будет выходить туда. Нам нужно сделать короб своеобразный, чтобы акустика как бы в этом коробе, в этом объеме хорошо звучала качественно. Ну, некоторые считают, что сюда возможно еще установить именно шумоизоляцию. А шумоизоляцией может послужить вот этот вот сплен. В простонародье сплен. У него много разных имен, названий, поэтому я его буду так называть. Вот такой вот сплен. Мягкий, легкий, недорогой материал. В некоторых видео я тоже как бы смотрел. Его советуют устанавливать внутрь. Но проблема в том, что некоторые считают, что он влагопроницаемый. Хотя, в принципе, у него закрытые поры. Вот ячеистость. Если камера покажет. У него закрытые поры, и влага туда, в принципе, может не проступать. Но я думаю, что давайте мы сейчас как раз и проделаем этот следственный эксперимент. Отрежем вот небольшой кусочек. Коллега, мне нужна вода. В принципе, как можно увидеть. Нет. Внутри он сухой. То есть, он не впитывает влагу. Многие считают, что его можно клеить с обратной стороны. Проблема только в том, что не только сам материал. Еще должен быть влагоустойчивый клей, который находится под вот этой вот пленкой. Очень часто на таком материале вот именно сам клей, он боится воды. И получается, как только после дождя она намокла раз, намокла два. Потом он отклеивается, отпадает там внутри двери. И вот наш плен находится прекрасно у себя в двери. Вот он намок, намок, а потом отпадает постепенно, отпадает и валяется там внутри. Вроде как и ничего такого, но работать он уже не будет. И это полбеды. Во внутренней части их не видно так. Находятся небольшие отверстия. Вот они. Как только через само стекло попадает влага, как при мойке или дожде, то из двери они должны выходить. И как раз через эти дренажные отверстия вся влага и выходит. Но если этот плен отвалится и будет просто там лежать, то выходить влаге уже некуда будет. Она будет подниматься, подниматься до каких-то определенных порогов. Ну и лишняя влага, когда не будет уходить, постоянно будет в двери. Ну, наверное, хорошего в этом мало. Лишние запахи какие-то неприятные могут появиться. Или начнется процесс коррозии. Здесь сколько ни крути, на материале ничего не сказано об этом. Кроме вот самой марки ничего не написано. Поэтому спрашивать у продавцов тоже не имеет смысла. Потому что, ну, потому. Лично для себя я решил, что я использовать не буду. Достаточно во внутренней части. И даже так лучше делать, чтобы акустика прям вот раскрылась и хорошо звучала. С внутренней части мы все обклеиваем трехмиллиметровой виброизоляцией. И опять же, внутри есть ребра жесткости. Трубы есть какие-то усиливающие конструкцию самой двери во время столкновения. Для безопасности пассажиров. И вот их проклеивать не надо. Когда мы разберем дверь, я еще покажу, как это сделал. Еще нюанс. Вибру нужно хорошо прикатать. Для этого потребуется инструмент. Для прикатывания виброизоляции нужен будет вот такой вот специальный валик. Не поскупитесь и купите его там же, где будет продаваться. Где будете покупать сам материал. Потому что именно он позволяет хорошо прикатать. Хорошую адгезию как раз передать материалу. Выгнать весь воздух. Еще один нюанс. Это когда ошибочно думать, что виброизоляции нужно заделать абсолютно всю дверь изнутри. И только тогда она будет работать. Нет. Даже уже сам производитель говорил, что достаточно 70%. То есть, есть вот такое полотно. Вот вырезаете кусочки и делаете себе так, чтобы именно плоские поверхности закрывались. Но если какие-то усиливающие конструкции есть, лучше их обойти. И точно внизу, не забывайте, наше дренажное отверстие. Я лично не доходил до них где-то порядка 2-3 сантиметров. Для того, чтобы влага стекала и находила без проблем на пути выхода. Для того, чтобы заделать вот это смотровое окошко с внутренней стороны двери, можно использовать виброизоляцию 2-х миллиметровую. Она вот так вот раскатывается и не позволяет влаге с внутренней стороны двери попадать уже в салон. И, соответственно, мы делаем такой цельный короб, где наша акустика будет играть максимально хорошо, максимально качественно. Закончив с виброизоляцией, мы переходим к следующему этапу. Здесь уже есть какая-то штатная шумоизоляция. Некоторые ее срывают. Я как бы не сторонник такого. Она есть и прекрасна. Но также есть те места, где как раз вот ничего, никакой шумки нет. Вот она даже гремит. Здесь, если дверная панель достаточно мягкая, то как раз виброй можно усилить те места, где считаете это необходимо. Также здесь уже можно использовать вот этот сплен. Но есть другой нюанс. Если его использовать достаточно много, то потом, когда мы будем защелкивать, тут же вот они защелочки, вот где-то вот здесь вот это позволительно, а вот здесь уже нужно смотреть, то эти защелки могут не встать на свои места и уже как бы будет даже проблемно обратно установить эту панель на дверь. Вот что насчет сплена еще хочу сказать. Как шумопоглотитель он слабо работает. Вот он больше, наверное, как шумоотражатель. И также он хороший как бы теплоизолятор. Поэтому, если вы хотите, чтобы зимой тепло не выходило, а летом не выходил холод, то его как бы вот можно использовать. И я думаю, что можно использовать как раз уже вот в этой двери. Там, где минимальное количество какого-то влажного воздуха поступает и точно уже не поступает никакой воды с внешней стороны двери. Вот тогда вот, да, его можно здесь использовать. Но здесь мы также еще используем настоящую вот такая хорошая шумоизоляция. Достаточно дорогая. Она именно поглотитель шума. Очень мягкая, обклеивается, и дверь прям становится такая глухая. Вот знаете, такое ощущение, даже вот когда разговариваешь, ощущение как будто поглощает твой голос. Классная штука, но боится воды. В случае намокания она как губка в себя все впитывает и очень долго выветривается. И поэтому получается, что ее нельзя ни в коем случае клеить с внутренней стороны двери. Там, где как раз от дождя, от мойки очень много влаги. Она в себя все впитает. Если клей даже и какое-то время будет держать, потому что вот здесь достаточно хороший, то даже вот пропитка тут какая-то есть, то все равно. Постоянная влага, она не будет выветриваться, появятся посторонние запахи неприятные. Ну и в конце концов она вот действительно вот так вот отвалится, будет внизу лежать, забьет вот эти вот дренажные отверстия металлической части двери. Вода будет подниматься дальше, затопит, я не знаю, динамик, проводку. Ну, хорошего мало. Конечно, если вы стоите перед вопросом, делать шумоизоляцию или нет, то сделав ее и сделав ее правильно, грамотно, вы приобретаете совершенно иной уровень комфорта от передвижения на вашем автомобиле. Сейчас я, получается, проклею виброизоляцией дверную панель. Для этого необходимо ее обезжирить. Вот я просто использую обычный обезжириватель. Но это обязательно. Внутрь, как я и говорил, я усилил те места, где мне казалось, что они достаточно мягкие. Усилил виброй, троечкой, где-то двоечкой. Прошелся как раз вот этим спленом кое-где. И, конечно, вот этой вот шумопоглотителем, таким материалом, как губка. Кстати, вот здесь вот я оставил специально, потому что сейчас сюда буду вырезать под маленький ей твиттер окошечко. Сейчас как раз это дело все покажу. Ну, она не настолько потяжелела, но, конечно, прибавила в весе. Но прям вот чувствуется, что она уже обесшумлена. Класс, класс. Вообще улет. Так. У меня даже оставалась шумоизоляция, а то, может быть, кто-нибудь будет спрашивать. Это вот такая вот вата. Да, вот она. Все я буду вытаскивать. Специальная эко-вата шумоизол. Я делал потолок у себя в зале, когда ремонт. И она осталась там вот в обрезках. И как раз я ее сюда и утрамбовал. Я так понял, что это та же самая вата, которая здесь. Только здесь она, ну, такая тоненькая достаточно. Ну, сколько здесь? Сантиметрик-полтора. Ну, здесь она вот потолще. Если прижать, так же будет. Поэтому, как бы, дополнительную шумоизоляцию она сыграет. И, в принципе, мне надо было ее куда-то девать. Помните, я говорил о том, что можно использовать деревянные проставки? У меня такие есть. Вот так вот, в принципе, вообще отлично подходит. В принципе, можно было их использовать. Вот, засверлил, закрепил и поехали. Но вот здесь четыре отверстия, у меня здесь три. И, получается, мне еще недостаточно по высоте. То есть, придется, как бы, еще дополнительное наклеивать. Вот это увеличивать. Только тогда его ставить. И дополнительно сверлить отверстия в самой двери. Я решил пойти немножко по другому пути. Сейчас я покажу. Мне для этого потребуется только один инструмент. И, в принципе, многие скажут, что это варварство. Но, понятное дело, что этот динамик я уже не буду нигде использовать. Я для себя решил, что для меня это лучший способ. Вы, конечно, вольны делать, как хотите. Всего 20 ватт и сделано в Китае. Мне от этого нужно только вот этот вот коробочек. Сейчас мы будем их соединять. Все, таким нехитрым способом я извлек старый динамик. И в эту проставочку пластмассовую, которая уже шла оригинальная, поместил свой. Все достаточно хорошо зашло. Надо будет просто напаять проводочки, которые идут потом от Твиттера. Но я потом покажу, как это все будет. Будет просто замечательно. Само подключение у нас оригинальное осталось. Те провода мы даже трогать не будем. Клемма будет щелк-щелк. Все, как было раньше. Мне это, в принципе, очень все нравится. Что меньше проводов, меньше будет там все трястись. Продолжение следует... Теперь другой момент. Мы подошли к этой маленькой пищалочке Твиттеру. Вот я пробовал подключать без них. Гулковато звучит динамик. Поэтому все равно он нужен. Он нужен, чтобы полностью раскрыть то самое звучание, глубокое open and smooth, которое предлагает нам Пионер. Поэтому будем прорезать дверь. Я уже посмотрел. Самое лучшее место для меня. Это получается вот здесь вот в пластике. Конечно, можно было бы вот сюда вот его поставить. Но здесь очень вероятно, что вот эта крышечка полностью не закроется. Потому что там внутри проходит как бы такая вот выпуклость. Именно в металле самой двери. А здесь есть как раз для этого места. Там 2 сантиметра, а она получается у нас 1,7. 17 миллиметров. А там 20 миллиметров. То есть у нас еще 3 миллиметра даже зазорчик будет. И остается только ее наметить. Но наметить нужно так, чтобы было прям вообще тютелька в тютельку. Как я это буду делать? Потому что панель у меня такая одна. Испортив ее, я уже ее как бы не заменю. Поэтому надо делать предельно аккуратно, осторожно. И 10 раз перепроверить. Примерил. Есть. Она прям идеальная сюда ложится. Просто идеальная. Теперь я вымеряю. 5 сантиметров у нас по 2,5. Чтобы мне узнать, где у меня будет середина. Теперь я узнал, где у меня будет середина. Могу сверлить. Сжал такой инструмент. Давно как-то покупал. Не пригодился. Вот сейчас вот как раз для него самое время. Теперь на лицевой стороне. Очень и очень аккуратно. Смотри, какое аккуратненькое отверстие. Ну идеально, а! Самое главное вымерить получается вот в этом инструменте. Вот в этом резаке расстояние. Вот это самое главное. Я пробовал на картоне еще вырезать. По-моему, ну штук 5-6 точно. Пока вот не поймал свой размер. Поэтому лучше вот 10 раз ошибиться, но один раз потом на картоне. Но один раз потом сделать хорошо на пластике. На самой обшивке. Поэтому пробуйте. Пробуйте, не бойтесь. Но всегда перепроверяйте и рассчитывайте. Во! Теперь вообще отлично. Смотри. Практически никакого зазорчика. Я сейчас еще прижму. Он еще крутится? Да, его можно направить вверх-вниз. Все, пистолетом я только хочу закрепить, чтобы он уже никуда не девался. Не прокручивался. Его не могли просто так вынуть, и он не выпал. В инструкции указано подключение. То есть сначала идет у нас мидбасовый. К нему две клеммы плюс и минус. Минусы у пионера всегда чуть уже. Поэтому тут не ошибешься. И еще они показывают, что минус это всегда черный провод. А плюс это там бело-черный, либо просто белый. Ну, белый-черный, как здесь указано. И получается, вот эти части мы соединяем на выход. Плюс к нему идет через фильтр. Соединение с маленьким твиттером. Все очень просто и легко. Хорошо, отлично, великолепно. Вот эти два провода, которые я буду подключать, соответственно, здесь у нас к динамику. А вот эти два мы сейчас припаяем к выходу. И получается у нас на штатные места сядет все просто отлично. Для этого быстренько зачистим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Почти во всех современных автомобилях обшивка двери снимается одинаково. Пожалуйста, и отвертку. У нас всего два болтика шурупика. Один, где ручка открывания. Второй под самой рукояткой. После того, как выкрутили вот эти два болта, дальше необходимо будет снять саму панель. Она находится на клипсах. Клипсы, получается, по всему периметру. Ну и парочка бывает еще посередине. В зависимости от карты. Потом она, получается, поднимается наверх. Когда ее снимаешь, видно всего несколько проводков. И самое главное, сюда подходит тросик к рычагу открывания двери. Ну, можно, конечно, заморочиться и пытаться его снять, но я предпочитаю просто выкрутить вот эти вот два болтика. Два шурупчика удаляем. И полностью снимаем саму ручку. Так, теперь у нас получается еще несколько проводков. Все фишки достаточно тугие, поэтому нужно приноровиться, и все будет нормально. И маленькая фишечка, нашел светильник. Все, наша обшивка снята. Можно проводить любые работы. Видно, какая вот она мягкая, да? После того, когда я делаю вибро- и шумоизоляцию, я как раз укрепляю вот эти вот места. Именно в Outback'е здесь более толстый металл, нежели в XV, который я вот замечал. Но все равно. Вот он. Достаточно большая панель, и она очень гулкая. Здесь уже я проделал виброизоляцию. Вот можно оценить. Вот она, вибро. И, кстати, здесь очень много проходит ребер жесткости. Вот эта вот труба, вот эта труба, как раз которая идет вот здесь, как дополнительная безопасность и крючок в случае удара, чтобы дверь не смещалась внутрь салона. Все вот эти вот отверстия нам необходимо заделать, потому что если мы сделали вот здесь, и у нас уже как виде короб, что появился, нам необходимо это все заделать. В принципе, хорошо подойдет вот виброизоляция двоечкой. Как я делаю? Либо можно сразу приложить, если большой у нас лист. Да, вот он. Само то. То есть я вот целиком его возьму. И уже смотрю, где буду обрезать. Режется вибро достаточно легко. Или ножиком, или ножницами. Всем, чем удобно. Очень многие делают ее просто стык в стык. Ну и, в принципе, правильно. Но я нашел такую статью, что в таких дорогих машинах премиум-класса там очень часто делают внахлёст. Буквально полтора-два сантиметра. И это дает дополнительное ребро жесткости. Так что, если у вас панель достаточно массивная, и получается, что такая гуляет сама по себе металл. Приклеив вибро, потом сделав небольшой нахлёст, можно это ребро жесткости самостоятельно сделать. Дать этой панели эту жесткость необходимую. Поэтому имейте в виду. Так, ну перед тем, как это делать, необходимо как следует все обезжирить. Я это делал уже вчера, но уже день прошел. Значит, необходимость острая уже есть. Сдираем пленку и наклеиваем. Теперь берем валик и аккуратно прикатываем. Наша задача не травмировать этим валиком и острыми углами крашенную поверхность двери. Здесь мы удаляем уже вот эту пленку, которая с завода стоит. Многие думают, это шумоизоляция. Это не шумоизоляция, это гидроизоляция. Просто защитить саму обивку салона от того, чтобы во внутреннюю часть не попадала влага. Вот и все. Полностью я закрыл все технологические отверстия. Пора ставить наш замечательный динамик. Я еще как бы немножко удлинил его козырек, потому что корзина теперь, ну, самого магнита у меня тоже увеличилась. Ну, вот, все. Как показано в инструкции, подключил к основному динамику. Здесь пойдут основные провода. Вот, плюс-минус к мафону. И вот этот пойдет у нас два кончика к твиттеру. Все, вставляем. На всякий случай я, получается, покупал вот эти вот фанерные переходные кольца. Потому что, ну, надо было быть во всеоружии. Я не знал, когда сниму панель, что меня ждет. Но я, когда так прикинул, подумал, что вот часть сюда выходит. Потом я уже пробовал панель закрыть, когда и вибру наклеил. И потом немножко сплена, а потом еще вот эту шумку. И получается, что я с таким трудом закрывал, что клипсы не могли. Ну, они защелкивались, и потом вы щелкивались обратно. Пришлось снова разобрать и немножко этой шумки убрать, чтобы все нормально было. Я подумал, блин, с этими деревяшками потом что-нибудь здесь не будет закрываться. Ищи свищи. Каждый раз ее вынимай, подрезай. Поэтому я решил, пускай будет вот так вот, как бы штатно. Так, всего три болтика, и наша колоночка замечательная на месте. Еще бывает, эту колонку вот так вот обклеивают сверху вот этим тоже поролоном. Ну, якобы, чтобы она играла лучше. Не знаю, нужно это делать или нет. Там одну я сделал, эту, наверное, делать не буду. И, соответственно, сравню, какая разница будет. И будет ли она вообще. Пожалуйста, подключай. Молодец. Так, вот этим вот поролончиком я здесь сейчас прикреплю. Чтобы она не дребезжала, ничего с ней не было. О, отлично. Так, все. Теперь можно ставить саму дверную панель. Пищалки. Но здесь не ошибешься, потому что здесь плюс и минус у нас отмечены проводочками. Черный к черному. Хотя они одинаковые. Белый, черный, к белый черному. Так, все. Закручиваем ручку. Возвращаем все назад. Все фишки обратно защелкнули. Перепроверяем. Все нормально. Вот я вижу, что вот здесь вот немножечко пыталось тереться. Поэтому давай быстренько проклеим антискрип. Так, я буду проклеивать его сюда вот немножко. Так, чтобы он чуть выходил. А потом, соответственно, его туда подпихну. Есть. Так, теперь находим вот эти защелочки наши. Главное попасть. Попадешь с первого раза и все будет хорошо. Не попадешь, все будет ужасно. Так вот. Все, дверь на месте. Защелки тоже. Начинаем. Процедуру. Есть. Итак, сняв обшивку, теперь мы снимаем динамик. Конечно, он не мог хорошо звучать. Такой маленький магнит не дает ему возможности хорошо выдавать басы. Но все равно хочу его защиту сказать, что он достаточно чувствительный. И, в принципе, на малой громкости его слушать было довольно приятно. Так что, как есть, так есть. Нам придется теперь от него избавляться, потому что мы собираемся забрать вот эту рамку. Это то, что нам крайне необходимо. Поэтому, извини, дружок, мы тебя демонтируем. И сейчас мы сюда поставим вот этот замечательный динамик. Конечно, его не получится поставить без этой проставки. Перед тем, как в дверь мы начнем устанавливать динамик, нам нужно зашумить и завиброизолировать внутреннюю часть двери. Вот это, ну, многие считают, что это тоже вот шумоизоляция. Ну, я, скорее всего, думаю, что это просто гидроизоляция для того, чтобы та влага, которая попадает с внешней стороны двери от дождя или от мойки, для того, чтобы она здесь не проступала и не испортила внешнюю обивку салона. Только для этого. Так-то, как шумоизоляция, она достаточно слабая. Аккуратно снимаем все это дело. И теперь будем шумо-виброизолировать сначала внутреннюю часть. Вот, если будет слышно, она достаточно гулкая вообще. Все, что здесь есть, это вот этот маленький кучочек виброизоляции. Посмотри, какой он маленький. Сколько он сантиметриков? 10 на 15? Да. Ну, смотри, рядом с самой ручкой. Ну, ладно, молодцы, что хотя бы это поставили. Конечно, наша новая колонка не сможет, наш новый динамик не сможет работать в полной мощь и раскрыть свой потенциал качественного звука, если мы не зашумим и не завиброизолируем эту часть металла. А также после необходимо будет полностью закрыть вот эти вот технологические отверстия и немножко сюда добавить. Во внутреннюю часть я буду ставить вот эту виброизоляцию 3 мм. Закрывать технологические отверстия буду уже 2-х миллиметровой виброизоляцией. Ну, не хочу достаточно сильно нагружать дверь, потому что она и так... Вот, сколько она весит? Грамм 500. Это получается, ну, два листа уйдет сюда, плюс динамик. То есть по 2,5 килограмма добавится в каждую дверь плюсом. 4 двери 10. 10 килограмм плюсом. В принципе, это не так существенно, можно сказать, да? Уж полтора тонная машина выдержит 10 килограмм, но на расходе топлива, я думаю, это отразится. Ладно, хорошо. Не будем больше трепаться. Просто давай сейчас быстренько установим ее туда. Так, раз, два, три. Все, 10-15 минут, и дверь внутри полностью готова. Ушел целый лист и даже чуть-чуть немножко отрезал от 2-х миллиметрового, не хватило. Я не стал заделывать, как я уже раньше говорил, все вот эти вот усиливающие элементы, конструкции, вот эти трубы, все. Все прошел между, потому что между ними еще такая какая-то демперная прокладка, и получается между ними щели. Для того, чтобы какие-то капли воды, которые просачиваются сквозь стекло, между стеклом, они проходили и спокойно уходили вниз в дренажные отверстия. Кстати, вот они. Теперь дело за малым. Нарезать вот такими клочками по размеру. И полностью заделать все технологические отверстия дверей. Даже вот такие вот маленькие. Чтобы оттуда влага не могла поступать сюда. Потому что на саму обшивку я буду делать, буду делать именно шумоизолирующий вот такой вот материал, который как раз боится влаги. Ну что ж, понеслась. Когда стекло опускается, из-за того, что динамик у меня достаточно мощный, имеет массивный магнит, он, когда становится на те же самые места, получается, стекло опускается, но оно не касается его, как бы вот притык, да, оно не стопорит, а идет прям вскользь, вот так вот, прям вот, цинк, вот сейчас даже покажу. То есть стекло идет и вот прям по краешку касается и царапает вот эту этикетку. Я еще до того, как просто закрыть, взял все, подсоединил и проверил. И вам тоже настоятельно советую, если берете магнит больше, чем стационарный шел, да, с завода, то получается обязательно нужно проверить, не мешает ли он закрываться стекло, а то получается, что музыка-то у вас будет хорошая, а стекло будет доходить вот до сих пор. Или еще чего расколется, когда упрется в него и в накачке какой-нибудь там что-то будет. Ну, ни к чему это. И еще один нюанс. У меня спереди стоит коаксиальная система. Что это значит? Что у меня пятиполосная она, но не отдельные разные пять динамиков, а все целиком вместе на одном уместились. Из-за этого, получается, у него выступ идет вот здесь вот 1,8 миллиметра на 18 миллиметров. Вот эта часть, получается, выступает. То есть я должен маневрировать между тем, чтобы у меня, получается, и крышка закрылась, и вот эта часть особо не мешала, и чтобы стекло не упиралось в этот магнит. Именно поэтому я уже как бы нашел для себя то, что необходимо. И придется немножко поработать над этим старым динамиком. Он, в принципе, неплохо играл и пытался даже какие-то басы выдавать. Что достаточно это, даже странно. Другого пути нет. Тем более, что здесь уже будут стационарные штыки. Сунул, вставил. И потом мне очень нравится еще, что здесь, получается, есть такой козырек. Я его немножко еще удлиню, и какая-то влаха, которая должна попадать от дождя, она будет защищать сам динамик и его магнит, контакты. Так что немножко поработать над ним придется, и все будет хорошо. Я соединю их, и будет порядок. Что еще хочу сказать. В принципе, вот она наша панель. Немного она такая жидковата, конечно, вот здесь вот посередине. Поэтому я ее немного усилю с помощью все той же виброизоляции. Как раз сюда, так как она уже будет защищена от воздействия влаги, остатки с плена я тоже наклею для того, чтобы в жаркую погоду холод не уходил, а в холодную погоду тепло не так быстро уходило из салона. Это его немножко утеплит. Ну и, конечно, еще пройдусь нашим именно шумопоглотительным материалом. Понеслась! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, все, дверь готова полностью. Шумо-виброизолировано. Да, звук отличный. Колонка на своем месте. Еще просто не примерял ее, но мне кажется, что все должно быть хорошо. Тебе тоже так кажется? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, немножко уморился, но ничего. Здесь тоже все шумоизолировал. Остается только в одном месте, вот здесь, краешечка. Я вижу, что немножко лак начинает тереться. Но это за того, что вибрация вот как раз вот здесь, вот по этой панели идет. Для этого берем просто кусочек, у меня еще остался, антискрип. Просто лента липкая, такая мягкая. И проклеиваем. Конечно, с этой большой колонкой пришлось повозиться. Она и внутрь должна не сильно заходить, и наружу не должна выходить. Везде может цепляться немного. Поэтому там буквально зазор, ну, я не знаю, порядка 7-8 миллиметров. То есть между. Поэтому вот как раз его и нужно было поймать. Именно поэтому я и не хотел с деревяшками возиться, потому что там ловить пришлось бы еще больше. О, глянь, смотри, она прям должна была быть здесь. И все, вешаем панель на место. Ну, вообще. Вот, сейчас покажу прям. Ну, прям вот тютелька в тютельку. Вот так. Она прям должна была бы здесь. Есть, хорошо закрылась. Здесь не мешает. Прям вот тютелька в тютельку. Так, и один здесь посерединке. Его немножко нужно будет прижать. Есть! Все, защелочку не забываем. Все. А где здесь будет торчать, мы вот так вот аккуратненько пройдемся. И никакой антискрип нам не помеха. Все, осталось включить и проверить. Ну что, вся установка прошла удачно. Пацан мне помогал. Есть! Включу те же самые мелодии, и мы просто сравним, насколько изменилось качество звучания. Напомню, спереди у меня стоят 700-ваттные коаксиальные пятиполосные, сзади двухкомпонентная акустика серии D. Понеслась! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok попробуем выкрутить на максимум громкость разговаривать стало уже значительно тяжелее ВООДУШЕВЛЯЮЩАЯ МУЗЫКА Ну что, все работы прошли по установке новой акустики передние и задние двери, а также шумоизоляция Я хочу сказать, что не обошлось без трудностей Ну куда без них? Ну мы справились У меня был отличный помощник Спасибо! Пожалуйста! Конечно, я включаю на тест те самые мелодии, которые просто предлагает YouTube Чтобы меня не забанили правообладатели Я буду слушать здесь совершенно другую музыку Я уже ее слушал И я остался поражен Поражен тем, что можно добиться от акустики и стандартного завода-мофона, который идет Хотя я не хочу сказать, что он плохой Не знаю, какой там процессорный, не процессорный Пусть, возможно, там напишут в комментариях, кто знает Я, в принципе, думал о том, чтобы установить усилитель Потому что он не только усиливает мощное звучание, дает там громкость И все, он еще лучше распределяет все вот эти вот моменты басы Может, конечно, еще я передумаю в будущем и усилитель установлю Но я считаю, что сейчас мы прям определенно добились успеха И он здесь, в принципе, был бы даже лишний Конечно, вместе с усилителем надо было бы устанавливать еще и сабвуферы Многие считают, что без сабвуфера это неполноценная система Но я здесь не соглашусь, потому что те басы, которые дают 700-ваттные динамики пионеровские И те, которые установлены здесь D-серии Ну, их за глаза Эквалайзер я поставил на плоский Потому что если я включу рок, то там будет просто улетать Я не знаю Но из-за того, что мы хорошо провибрировали как раз с троечкой виброизоляции Нет такого вот, что дребезжание двери То есть все отлично Многие, возможно, спросят у меня в комментариях Потому что мои друзья уже спрашивали А зачем ты взял такие 700-ваттные динамики? Зачем они тебе нужны? Взял бы 450-ки Возможно Вот самые внимательные заметят 69-90, то последние цифры Это 990 номер моего автомобиля И я вот склонен верить, что Игра чисел Значит-то Они должны быть у меня У пионера есть приложение Car Fit Sound, по-моему Сначала вы слушаете сток А потом выбираете какой-то динамик И он вам показывает, какое звучание будет И когда я послушал вот эти DS Мне, ну, прям вообще Ну, зацепило Тем более, они единственные были на виду в продаже С доставкой Самары И я, что Списался с продавцом Он мне выслал Я доволен Тем более, что Если есть возможность сэкономить Такое нелегкое время То это, считай, прям почти как выиграл Или заработал Если это видео Оказалось вам полезным Потому что здесь мы рассматривали Определенные ошибки Как делать шумоизоляцию Как снимать дверную панель На что стоит обратить внимание При установке акустики И видео получилось не коротким Там, по-моему, около часа А материалов всего было наснято на 3,5 часа Поэтому оцените труды Ставьте лайк Подписывайтесь на канал Потому что это лучшая поддержка И до новых встреч в эфире С вами был Сергей Перетягин Пока